Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и сегодня в нашей студии заместитель прокурора области Виктор Исакович Эпп. Здравствуйте, Виктор Исакович! Сегодня тема нашего разговора актуальна для каждого. Почти всем однажды приходилось сталкиваться с желанием пожаловаться на кого-то или на что-то. К сожалению, не у всех хватает знаний о том, куда и каким образом можно обратиться с жалобой, как ее подать и какие гарантии есть у заявителя. Расскажите, пожалуйста. Право граждан на обращение закреплено в статье 33 Конституции Российской Федерации, согласно которой граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, направлять индивидуальное и коллективное обращение в органы государственной власти и местное самоуправление. Законодательным актом, регулирующим данные вопросы, является федеральный закон номер 59 2 мая 2006 года о порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации. Этим законом устанавливается порядок рассмотрения граждан Российской Федерации, в том числе и сроки рассмотрения и полноты рассмотрения обращения граждан Российской Федерации. Кроме этого закона, существуют ли иные нормы, которые регулируют порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в том числе? А в чем состоит роль прокуратуры при рассмотрении таких обращений уполномоченными органами? Прежде чем ответить на вопрос о роли прокуратуры, мне бы хотелось показать, что органам прокуратуры уделяется очень большое внимание рассмотрению обращений граждан для осуществления данной функции органа прокуратуры и в субъекты Российской Федерации, а также на местах. Я имею в виду территориальной прокуратуры, закреплен человек, на котором возложены обязанности организации данного направления деятельности. Что касается прокуратуры Рязанской области, то у нас имеется должность старшего помощника прокурору области по рассмотрению приема района Российской Федерации, к которому обращаются непосредственно люди, которые явились в прокуратуру с обращениями, в частности с прокуратурой области. В прокуратуре области имеется график приема граждан руководителем прокуратуры. Кроме того, непосредственно в прокуратуре находится ящик для приема обращений граждан, из которого корреспонденция изымается ежедневно. Кроме того, следует отметить, что в прокуратуре области, а также в прокуратурах территориальных, постоянно дежурит сотрудник прокуратуры, в том числе и в выходные и праздничные дни, к которым также можно обратиться на прием с тем или иным обращением. Если рассматривать, кроме того, что мы занимаемся в органах прокуратуры, заниматься вопросами рассмотрения обращений граждан, нами также осуществляются функции по надзору за исполнением законов при рассмотрении граждан уполномоченными органами. В результате выявленных нарушений в органах прокуратуры найдены полномочия по внесению актов реагирования, что мы и делаем, а также в том числе и вносим представления, а также мы возражаем дела административного производства, предусмотрим кодекс административных поднарушений, которые направляем на рассмотрение в отношении данных нарушителей, в том числе и должностных лиц. Часто ли вообще обращаются рязанцы с жалобами в органы прокуратуры? Существует ли статистика по поводу такой практики? Если рассматривать 2019 год, то анализ показал, что в этом году в органы прокуратуры поступило около 26 тысяч обращений граждан. Если сравнить с 2016 годом, то это больше на 7,6%, то есть рост количества поступивших обращений граждан. При этом непосредственно в органах прокуратуры было рассмотрено более 18 тысяч обращений граждан. Из этих рассмотренных более 12,5 тысяч разрешено обращение граждан. То есть получается практически около 68% мы непосредственно решаем обращение в органы прокуратуры. А чаще всего с какими проблемами население нашего региона приходит в прокуратуру, чтобы пожаловать? Если рассматривать данный вопрос, то следует отметить, что граждане обращаются с различными жалобами на нарушение того или иного законодательства. Наиболее часто это вопросы, касающиеся земельного законодательства, вопросы законодательства, административного законодательства, законов о нарушении об исполнительном производстве, безопасности дорожного движения, ну и другие вопросы, которые граждане обращаются. А если вот примеры привести, какие из подобных жалоб, может быть, вспомните, были рассмотрены в пользу заявителей? Когда прокуратура помогла конкретно людям решить конкретные вопросы? Можете привести примеры? Хотелось бы отметить, что количество удовлетворенных обращений в 2019 году было удовлетворено и более 2,5 тысяч обращений. Это практически на уровне прошлого года. Имеется тенденция сокращения числа удовлетворенных обращений, в том числе и по исполнению законов и законов справа фактов, в части вопросов, касающихся нарушения законов при приеме и регистрации сообщений о преступлении. Но вместе с тем имеются тенденции к росту таких обращений граждан на нарушение законов при исполнительном производстве, нарушение законов о безопасности дорожного движения. Вот этих обращений у нас как бы отмечается их рост, тенденция их к росту. Обратилась гражданка в прокуратуру железнодорожного района на нарушение законов при проведении общих собраний собственных помещений, в частности введения протокола общего собрания органов прокуратуры железнодорожного района была проведена проверка. Запрошу все необходимые документы, опрошены лица. Были выявлены действительно нарушения. И доводы гражданка подтвердились, с чем прокурор направил постановление в порядке ст. 37 ГУК РФ для проверки в правоохранительные органы. В результате рассмотрения постановления прокурора органами следствия было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 327 ГУК РФ. Другим примером является нарушение трудовых прав граждан. Хочется отметить, что в этой части граждане активно обращаются в органы прокуратуры о нарушении трудовых прав и, в частности, по вопросам невыплаты или задержки зарплаты. Таким примером явилось обращение гражданки в прокуратуру Рязанского района, которая пожаловалась на то, что работодатель не выплачивает ей зарплату, в том числе отказывается подтвердить факт ее осуществления трудовой деятельности в организации. Организация относилась, она работала продавцом в одной из организаций. Прокуратура Рязанского района была принята данное обращение к рассмотрению, была проведена соответствующая проверка. Были установлены, что действительно данная гражданка осуществляла свою трудовую деятельность в этой организации, в том числе и отсутствовали сведения. В этой организации отсутствовали сведения, но было доказано, что она должна была получать заработную плату. По данному факту в интересах данной гражданки прокурору было направлено заявление в суд о подтверждении ее факта осуществления трудовой деятельности в организации и выплаты по заработной плате. Права гражданки были восстановлены, все причитающие заработные на это были выплачены. То есть может обратиться в прокуратуру, по сути, каждый, кто считает, что его права ущемлены и найдет отклик, если действительно, правда, на его стороне. А теперь можем поговорить о том, как осуществляется органами прокуратуры надзор за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан. Как именно прокуратура принимает меры реагирования? Да, действительно, я уже выше говорил о том, что орган прокуратуры не только рассматривает обращения граждан, но осуществляет надзор за полнотостью, своевременностью и порядком рассмотрения обращений граждан, полномоченными должностными лицами, органами власти и местным самоправлением. Особое внимание органам прокуратуры уделяется также по этому направлению деятельности. К сожалению, выявляется нарушение по данному направлению. Наиболее распространенное нарушение является неполнота дачи ответов заявителям, нарушение порядка направления ответов заявителям, а также нарушение осуществления личного приема граждан. В органах прокуратуры по фактам выявленных нарушений таких было инициировано возбуждение дела административного производства в отношении 46 должностных лиц, которые были обращены к административной ответственности. Не раз мы уже рассказывали об этом и нашим телезрителям, но напомним в очередной раз, что частью вашей работы являются также выезды в отдаленные населенные пункты. Расскажите о работе мобильной приемной прокурора, которая практикуется в нашем регионе. Приказом прокуроробласти у нас создана выездная мобильная приемная прокуроробласти, которая прокуроробласти, а также его заместитель, осуществляет выезды в населенный пункт Рязанской области. В 2019 году было 22 выезда, то есть 22 района области в целях приема граждан. По результатам выезда было принято более 300 жителей Рязанской области, которым были разъяснили то или иное законодательство, а также были приняты в некоторых случаях заявления, которые впоследствии потом мы рассматривали и заявителям давались ответы. Хотелось бы отметить, что непосредственно в территориальных прокуратурах на местах также осуществляются выезды руководством прокуратуры района в отдаленные места, где также осуществляется прием граждан в трудовых коллективах, на сходах населения. Выслушиваются те или иные вопросы, какие проблемы возникают. Это у нас, так сказать, осуществляется вот такая, так сказать, связь с народом непосредственно, вот так сказать, с выездом, чтобы встретились руководства прокуратуры области, к которым поступают обращения, те или иные. И, соответственно, мы принимаем меры, чтобы эти обращения, которые поступили на личном приеме, они оперативно решались. Что касается личного приема руководством прокуратуры области, то за 2019 год нами было принято более 560 граждан, а что всего на личном приеме было принято более 8 тысяч граждан, это имеется в виду как прокуратура области, так и территориальная прокуратура. Это практически больше где-то на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. И, соответственно, здесь может быть вывод, что граждане с охоты обращаются в орган прокуратура за решение того или иного вопроса, за устранением нарушения тех или иных прав по тем или иным законодательству. Ну, такая активность еще раз подтверждает, что обращения, как правило, решают вопросы людей, то есть активность самих граждан является залогом решения проблемы. Ну, и еще разочек, в конце нашей беседы мы напомним о графике приема для нашего города, не для всех, конечно, районов, но хотя бы в нашем городе график приема. Напомним жителям то, с чего мы начинали беседу. Ну, хотелось бы напомнить, что график приема располагается при входе в прокуратуру Рязанской области, где прям непосредственно находится комната для приема граждан, где висит график приема граждан руководством прокуратуры Рязанской области. Прием граждан осуществляется, еще раз повторюсь, ежедневно. Кроме того, прием осуществляют дежурные прокуроры, которые осуществляют свою деятельность, дежур осуществляют праздничные и выходные дни, где также граждане имеют возможность обратиться в орган прокуратуры. Еще раз хочу напомнить, что у нас имеется сотрудник, на который возложены обязанности, старший помощник прокурора по рассмотрению граждан, на который непосредственно возложены обязанности по рассмотрению и приему граждан в органах прокуратуры, который прием осуществляет ежедневно. Я думаю, на этом мы исчерпывающе и полно рассказали о такой важной составляющей работы прокуратуры, как прием жалоб и рассмотрение жалоб, а также надзор за порядком рассмотрения обращений граждан. В гостях у нас был, напомню, заместитель прокурора Рязанской области Виктор Исаакович Эп. Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Спасибо вам, что пришли к нам. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»